МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Восемь вечера, время подробностей, поэтому поговорим о главных новостях этого дня. Я Алексей Лихман, смотрите в выпуске. Народу тарифы, себе зарплату. Сколько будут получать народные депутаты? Подавились земельным пирогом. Киевские чиновники погорели на крупной взятке. Наручники для диверсантов. В Харькове задержали 11 причастных к терактам. Европейская хата с краю. Почему Старый Свет неохотно открывает шенгенские ворота перед украинцами? Кого ужалит танцующая пчелка? За авторов эротическо-патриотической постановки взялись следователи. Детективная история с депутатскими зарплатами. Ажиотаж поднял один из бывших нардепов. Якобы уже в апреле. Оклады народных избранников будут такими же, как при Януковиче. Так сколько же станут заколачивать украинские парламентарии? С этим вопросом продолжает разбираться моя коллега Елена Митясова. Мы обязательно посмотрим этот сюжет, но только немного позже. А пока о другом скандале. О тех, кто решил взять не зарплатами, а откатами. Громкий и очень дорогой скандал в Киевской области. Гешефт на земельных участках. Кто хотел нагреть руки, но получил вместо этого наручники, узнавал Максим Кошелев. Сколько стоит земля в Киеве? Да в принципе, как договоришься. С одного из жителей города, глава столичного госпредприятия «Укрспецзем» вместе со своим подельником, советником руководителя госземагентства хотели 200 тысяч долларов за 4 гектара земли в Абуховском районе. Речь шла о двух участках поблизи села Триполья. И на прошлой неделе они даже получили первый транш. Половину суммы. Но вместе с деньгами пришли следователи милиции и прокуратуры. А сами заветные доллары оказались меченными. Парочку ввели уже не первый месяц. В данном случае документование тривало уже два месяца до этого. У этих осіб вылечено у организатора 86 тысяч долларов США, у их публичника 14 тысяч долларов США. Земельных чиновников задержали. Голосеевский суд Киева арестовал их на два месяца. Правда, они могут выйти под залог. Но суд определил достаточно высокий размер этого залога. Каждому почти по 2,5 миллиона гривен. Это ровно столько, сколько они хотели получить в виде взятки только в гривнах и по курсу НБУ. Прокуратура места Киева колопотала про оборудование большего размера заставы верогидной. Но суд остановился на размере 2 миллиона 350 тысяч гривен, что, в принципе, соответствует сумме неправомерной выгоды, которую они хотели поддержать. То есть, в целом, мы задовольны этим решением. Теперь вопрос, внесут ли они такой залог. В принципе, если это не первая их такая земельная махинация, то такие деньги у них могут быть. В свою очередь, пресс-служба госземагентства уже заявила, что уволит 557 своих региональных руководителей в рамках борьбы с коррупцией. Но будут ли новые чиновники честнее? Максим Кошелев, Игорь Сулий. Подробности с телеканал Интер. Учить чиновников честности обещают претенденты на пост главы антикоррупционного бюро Украины. Он будет назначен уже до конца недели. Сегодня президент Порошенко встречался с двумя кандидатами, которые вышли в финал конкурсного отбора. Возглавить борьбу с коррупцией могут 35-летние адвокаты, бывший прокурор Артем Сытник или экс-защитник Юлия Тимошенко по газовому делу, а ныне научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый. Их отобрали из 176 претендентов. Индульгенции за коррупцию теперь не выдают. Парасолек, что до захиста тех или иных коррупционных схем, в Украине не существует. Обмежений для того, кто будет выполнять функции директора бюро, тоже не будет. Кроме одного, эффективность работы. Война на Востоке. Начнем с Мариупольского направления. Интенсивность обстрелов там немного сократилась, однако противник по-прежнему пытается прорвать наши позиции. Днем три раза боевики стреляли по Широкино и два раза били по Чермалыку. Как живут люди в прифронтовых селах и как несут службу наши военные? Давайте посмотрим в сюжете. Украинский военный Юрий направляется на позицию. Передвигается быстро, внимательно наблюдает за противником. В километре уже Широкино. Его сегодня дважды боевики обстреляли и стрелковое оружие. Артиллерия тяжело бьет, минометы бьет, артиллерия бьет. Близко, близко лягает. Может прилететь, может долететь. По разным позициям бьет. Куда им корректировщик наведет. Валерий Николаевич на передовой гранатометчик. До войны работал строителем сам и Житомирской области. Меня привело, чтобы моя дочка мне потом не показывала пальцем. Папа, что ты отсиделся дома, когда все пацаны были на войне. Вот так всем пацанам, которые ховаются от повесток, бегают. Привет. Война войной, а обед по расписанию, говорят бойцы. Если, конечно, во время расписания противник не начнет стрелять. Додали картофельки, додали тушенки. Может, он не так, как мама готовит, а там, скажем, кохана. Но солдатские встигаем варить вот такой борщ. Когда есть возможность, когда они нас обладают минами, снарядами, тогда обходится сухой паёк. Украинские военные на передовой верят в минские договоренности. Впрочем, их соблюдают только наши солдаты. Сейчас на оккупированной территории произошла ротация. Боевикам завезли новую технику. Вошли кадыровские. Да, появилось их больше. Как приезжает гумкобой, неделечку мы там дня 4-5 ждём, а потом у них есть чем, как бы сказать, с нами вести боевые действия. Со стороны Таврического террористы обстреляли наши позиции недалеко от Чермалыка. Использовали запрещенный 120-мм миномёт. Эльвина Сидбулаева, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Эльвина Сидбулаева сейчас с нами на прямой связи. Эля, здравствуй. Мы ждём от тебя самых последних новостей с мариупольского направления. Можешь ли ты подтвердить информацию, что ближе к вечеру боевики стали стрелять интенсивнее? Да, Лёша, вот ближе к вечеру количество обстрелов в мариупольском направлении увеличилось до 8 раз. Трижды обстреляли село Чермалык, били из запрещенного по минским договорённостям. В очередной раз обстреляли Широкина, 5 раз били стрелковое оружие. Были и автоматные очереди, работали пулемётчики и даже снайперы. О том, что Широкина не соблюдается минские договорённости, подтверждает и специальная миссия ОБСЕ. За последнюю неделю они уже дважды там побывали и сегодня заехали вглубь посёлка на 300 метров. Мы слышали два взрыва. Село подвержено ещё большим разрушениям. Режим прекращения огня нарушался несколько раз за последние несколько дней. Взрывы от тяжёлых миномётов, которые не должны были находиться на той линии. Вражеская воздушная разведка продолжает следить за нашими позициями. Украинские военные заметили их в районе села Огнутово и Лебединское. На этом у меня вся информация. Лёша. Спасибо, Эля. Это была Эльвина Сеидбулаева. Узнали от неё о том, как прошёл сегодняшний день на Мариупольском направлении. А вот как жили сегодня на территориях подконтрольных боевикам? Мы дозвонили жителям Донецка и Луганска. Давайте их послушаем. Слышны взрывы в стороне аэропорта. Идут бои. Мы это всё слышим. Мы очень сильно переживаем. Как бы ни было, у нас опять войны. Ну, нас пенсионерам уже поздным ходом дают пенсию в рублях. Обнаружили, что попадаются фальшивые пятисотки рублей. У продуктов становится всё больше российского производителя. Но цены на них, конечно, космос просто. Ситуация с медикаментами лучше не становится. В аптеках есть банальный аспирин какой-нибудь. И то, мне кажется, нужно поискать ещё. После двух бурных праздничных дней в Донецке тихо. Надоело носить джинсы и кроссовки, потому что так легче бежать и так легче прятаться от обстрелок. Надоело нам всё. Я буду носить платье и шпильки. И буду жить сегодняшним днём и наслаждаться каждый день. Потому что уже понятно, что завтра у кого-то из нас может и не быть. Частично восстановили мост между Станицей и Луганской. Общими усилиями просто обалденный продуктовый туризм, что называется, из Луганска в Станицу. То есть люди едут с переполненной маршрутки всё. Едут для того, чтобы в Станице купить себе поесть. Потому что, к примеру, если там в Украине 12-13 гривен яйца, то у нас здесь 26 и выше. Мясо в Станице люди брали по 80 гривен. В Луганске он по 120. На блокпостах Холомировских хромоградиста процветает. Просто так не пускают. То есть начинают ходить, начинают глянчить люди, полупьяные ополченцы. Кстати, вот о только что услышанном. То, как из оккупированной зоны едут на свободные территории за продовольствием, сегодня видела и моя коллега Ирина Баглай. Она побывала в предместях оккупированной Горловки. Давайте посмотрим ее сюжет. После расспросим Ирину о военной ситуации в этом районе. Очередь из автомобилей выстроилась из Донецкой Горловки в сторону Мирного Артемовска. Люди едут кто зачем. За пенсией, за продуктами. В оккупированных городах говорят, все втридорого. Тем, кто живет ближе к позициям военных, у крайних блокпостов. С едой помогают солдаты. Делятся тем, что им волонтеры привезли. Как я могу купить молоко 30 рублей в бутылку? И сто его немае. В военные, когда хлеба пойду, попрошу дадуть, шеет дадуть. А так бы где? Магазина нема. Договорить не успеваем. Команда в укрытие, чтобы не рисковать. С той стороны противник демонстрирует, как готов к миру. Химик, химик, что там случилось? А кто там, видят кого-то или нет? Снайфера есть? Здесь, на переднем крае, почти у самой Горловки, к таким вспышкам уже привыкли. Днем боевики прощупывают позиции украинских военных из стрелкового оружия. Ночью могут ударить из минометов запрещенным калибром. Последнее зарево военных впечатлило особенно. В Горловке шли какие-то разборки между своими. Потому как это было в нескольких местах Горловки, не в одном месте, там на каком-нибудь условном полигоне. А в разных местах, то в одном месте, то в другом, то с одного вида оружия, то со второго. То есть на полигонные стрельбы это не было похоже. Чем ближе к Горловке, тем громче автоматные очереди. О, что это? Вы не можете, где пойдете, так, так. На такое расстояние? Ну, на метр пятьсот. То с одной стороны, то с другой стороны простреливают сюда, до нас. Вони свитки ведут с крупнокалиберных пулеметов. Так же само мы им отвечаем тоже тем же самым крупнокалиберными пулеметами и стрелкового оружия. Ну, час и час, когда прилетают с их стороны до нас мины. Технику боевики накапливают, уверены наши военные. И находится она чуть ли не в километре от линии соприкосновения. Просто прячут ее. У нас, если знаете, в Горловке там вот большой террикон, там, извините, меня можно самолет спрятать. За терриконом, да? Да, за терриконом, конечно. Там большие перепады глубины. Из последнего делятся разведчики. В Горловку зашла колонна танков. Базируется все там же, на заводах и шахтах. Места, где боевики прячут технику, известны нашим военным. Они готовы указать их наблюдателям ОБСЕ. Ирина Баглай, Владлен Нор и Василий Сачук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. А сейчас можем пообщаться с автором сюжета. Ирина Баглай, она с нами на связи. Ира, здравствуй. Вот ты в материале начала говорить об атаках боевиков. А сейчас на Донецком направлении ситуация насколько напряженная? Здравствуй, Леша. Вот действительно, если в районе Горловки, где противник накапливает силы и технику, атаки носят скорее такой характер разведывательный, то в районе самого Донецка, можно говорить, идут полноценные бои. Пески, опытная Авдеевка с пасхальных праздников под огнем. Боевики используют и там запрещенные орудия, крупнокалиберные минометы. Пытаются атаковать и танками. Ожесточенный бой велся и в районе дачного поселка Спартак, перед которым находятся украинские военные, не давая противнику атаковать. Бой и значительные потери бандитов ДНР подтвердил и достаточно эмоционально на своей странице один из главарей стрелков Гиркин. Российский диверсант написал о значительном количестве раненых и четырех убитых группировок Оплот и Сомали. И вот что касается самих Песок, где по-прежнему дислоцируются украинские военные, то по последней информации, которую я получила, там сейчас тихо. Леша. Это хорошее завершение включения. Спасибо, Ира, за работу. Это была Ирина Баглай с нами на связи. Там же в зоне АТО работает еще один наш журналист, Геннадий Вивденко. Сейчас общаемся с ним. Гена, здравствуй. Какую новую информацию мы можем узнать от тебя? Прошу. Это вы. Приготовились. Алексей, в северных районах боевых действий стрельба эпизодическая. День, можно сказать, прошел относительно спокойно. Мы сегодня проехали по ряду позиций в секторах А и С. Это Луганская область. Там относительно тихо. Военные сообщают только о коротких перестрелках в станицу Луганской, Трехизбинки и околице Крымского. Пострадавших или каких-то разрушений нет. Противник пока ведет наблюдение с помощью беспилотников. Силы АТО тут зафиксировали несколько таких полетов. Ну, на этом пока все, Алексей. Ну, не совсем все, Гена. На самом деле, ты сегодня еще так же инспектировал, как наши украинские военные возводят оборонительную линию. Давай мы посмотрим сюжет на эту тему прямо сейчас. А тебе спасибо за работу. Украинские военные вгрызаются в крепкий известняк Донбасса. В день это по полкилометра окопов. В целом за месяц 50 тысяч кубометров земли вырыто. Характер боевых действий на Востоке такой, что даже для собаки бойцы делают блиндаж вместо будки. Короткое перемирие используют для сооружения новой линии обороны. Те, кто, кому мы, так сказать, роем позиции, вот они пишут благодарность. То есть, какое подразделение, что. То есть, не просто там же командование, а именно солдаты, за которых мы будем. Боевые экскаваторщики собирают благодарности от бойцов, которые считают их спасителями. В этих траншеях на линии обороны Артемовск-Константиновка скоро поселится один из мотопехотных батальонов. Почва очень прочный, известняк. Лопатой работать было бы долго. Здесь дружба. И мы стараемся делать все побыстрее и по очень хорошему. Потому что от нас зависит их жизнь. Шесть экскаваторов сводного отряда в мирное время рыли котлованы под застройку. Сейчас призваны на службу в армию. Работа ежедневная и почти без выходных. Десять часов смены отрабатывают. Экипажи по два человека. То есть, беспрерывной работы за рычагами пять часов каждому тяжело. Единственный праздник, что на Пасху не работали один день. Командир отряда показывает, что, собственно, осталось от машины его подразделение после минометного обстрела в Дебальцево. Для боевиков, уверяет экскаваторщик, его машина опаснее танка или БМП. Потому что роет для них укрытие. Делает их почти неуязвимыми. Есть такое сведение, что в первую очередь имеют командование уничтожать экскаваторы. А потом уже все остальное. Машинист, который сидит в этом скворечнике, он беззащитен. Ремонтируются как могут. За счет уже использованных запчастей начал помогать и местный завод в Артемовске. Местные предприятия, которые пошли нам навстречу, и будем говорить так, за спасибо, нам помогают с ремонтом. Завтра, как ожидается, приведут в порядок уже шестой экскаватор. В широкой Донецкой степи окоп и блиндаж – главная защита для украинских воинов. Геннадий Вивданков, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Новости, телеканал «Интер» с Донецкой и Луганской областей. В Харькове задержали террористов, которые планировали диверсии на пасхальные праздники. Изъяли у боевиков небывалый арсенал оружия. Больше расскажет Лидия Калинина. Группу из 11 человек силовики обезвредили, когда те планировали устроить теракт на пасхальные праздники. Их подозревают в организации минимум четырех диверсий в Харькове. По версии следствия, прошлым летом эти люди обстреливали из гранатомета в банковские офисы, областной военкомат, а уже этой весной взорвали железнодорожную цистерну и пытались подорвать базу волонтеров. У задержанных сотрудники СБУ и прокуратуры изъяли небывалое количество оружия. Заряд ПЗ, ВЗЗ-2, который предназначен для проделывания отверстий в корпусах цистерн, там, где хранятся горючие смазочные материалы. Кроме мин, гранат, взрывчатых веществ и саперного оборудования, на базе боевиков нашли гранатометы, огнеметы, автоматы Калашникова, снайперскую винтовку и пистолеты. Уже известно, все это завезли в Украину контрабандой. Следователи называют имя потенциального руководителя диверсантов. Координатором банды был руководитель Харьковской сепаратической организации «Оплот» Евген Жилин, который сейчас пребывает в Рошику и переходит в России. Харьковчанин Евгений Жилин сбежал из страны еще прошлой весной. В Украине он объявлен в розыск, а вот в России не прячется, раздает интервью и участвует в политических шоу. Прошлой зимой члены его организации «Оплот» были регулярными участниками антимайдана. Потом многие стали боевиками так называемых ДНР и ЛНР. Сам Жилин не скрывает, давал деньги на их вооружение. В Харькове у Жилина еще при режиме Януковича был крупный конвертационный центр. Однако сейчас, по мнению правоохранителей, он не в состоянии сам оплачивать работу террористов. Я думаю, что Жилин подрастерял свои финансы. Зато он сейчас, видимо, приобретает вот такое пополнение в оружии, в финансах, во всем остальном, пополняет со стороны России. И, естественно, является исполнителем заказчика. По версии правоохранителей, банду Жилина сейчас финансируют спецслужбы России. Сам же он вполне может курировать не одну террористическую группу в Харькове, даже на расстоянии. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков. Семь дипломатов, три с половиной тысячи полицейских и еще больше демонстрантов. В немецком Любике начался саммит министров иностранных дел Большой Семерки. Что планируют обсудить политики и какие акции готовят антиглобалисты? Татьяна Лагунова подробнее. Перекрытые кварталы, кордоны, водометы и очень много полиции. Так немецкий Любик принимает министров иностранных дел Большой Семерки. Меры безопасности беспрецедентные. В город стянули три с половиной тысячи полицейских. Организаторы саммита боятся не столько терактов, сколько акций антиглобалистов. Их тоже приехало немало. Несколько тысяч заявлены ряд демонстраций. И хотя активисты обещают, что марши будут мирными, в Германии хорошо помнят, чем подобные акции закончились во Франкфурте. Месяц назад, выступая против открытия новой штаб-квартиры Европейского Центробанка, левые разгромили центр города. Если действительно здесь нужно так много полицейских, пусть так и будет. Думаю, на переговоры, которые можно было провести в режиме телефонной конференции, тратятся невероятные деньги. Учитывая, что я считаю большую семерку нелегитимной, это перебор. Сам саммит начался буквально несколько часов назад. Правда, пока в Любек приехали шесть дипломатов из семи. Гость-секретарь США Джон Керри прибудет завтра. У него важные дела в Вашингтоне. Но главная тема встречи это конфликт на востоке Украины и реализация минских договоренностей. Переговоры по ядерной программе Ирана и борьба с ИГИЛ. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Киев, Брюссель и Москва сядут за стол переговоров. На следующей неделе в столице Бельгии возобновятся переговоры по выполнению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Свою обеспокоенность относительно его имплементации высказала Россия. Это будут технические трехсторонние консультации. Напомню, подписание соглашения о зоне свободной торговли в рамках ассоциации с Евросоюзом Брюссель отложил на начало следующего года. Вот еще одна выгода от ассоциации с ЕС – безвизовый режим. Пока до него далеко. Более того, все чаще страны Евросоюза отказывают украинским гражданам в визе. Почему шенген стал еще недоступнее, выяснял Ярослав Кречко. Этим танцем у чешского консульства в Киеве уже год. Тогда почти 40 детям отказали в визе перед поездкой на фестиваль «Жемчужина Европы». Пустите на фестиваль! Официально в документе было написано, что мы не смогли обосновать причину своей поездки. У нас было и приглашение от организатора, и это известный фестиваль, который много лет работает. Это при том, что Чехия к украинцам в принципе лояльна. В прошлом году всего 2% отказов. А вот Бельгия в 2014-м не пустила в ЕС каждого десятого заявителя украинца. Чуть меньше Швеция, Швейцария, Нидерланды, Финляндия. Последняя, кстати, стала отказывать украинцам втрое чаще. И этот показатель вырос в 16 из 22 государств шенгена, чьи консульства есть в Украине. Это данные Европейской комиссии. Я бы не стал бы, скажем, перебольшивать значение этих статистических данных. Они всегда плавающими. В МИДе предлагают обратить внимание на другую статистику. Средний показатель отказов по всем странам 2%. Каждый третий украинец получает шенген бесплатно. И главное, больше половины выданных виз долгосрочные. Прогресс. Но год назад украинская власть обещала решение ЕС о безвизовом режиме уже в мае 2015-го на саммите в Риге. Сейчас в МИДе о датах говорят дипломатично. Мы рассчитываем на риски саммит в том понимании, что мы все-таки ожидаем позитивного политического сигнала. И сейчас, как раз в этот момент, Европейский Союз готовит звезд и рекомендации. Украина не довыконала тот список реформ, в наследок которого в Украине дадут безвизовый режим. И уряд про это знает, парламент про это знает. Если будут приняты соответствующие решения, быстро, то протягом, скажем, полтора года можно завершить этот процесс. А пока украинцам остается тщательно готовить документы и надеяться, ведь даже их полный пакет не гарантия позитивного решения. И поездка на фестиваль «Жемчужина Европы» один из многих примеров. После танцевальных протестов визы детям тогда оформили. Они вернулись с победой, но осадок остался. Сказано, что мы нарушили все, что только можно нарушить, не уточняя, что конкретно. И нам сделали большое удолжение. Пустили нас в Европу. И еще одна важная деталь по итогам прошлого года. Впервые за десятилетия украинцы стали меньше обращаться за шенгинскими визами. И теперь по этому показателю не вторые, а третьи в мире. Впрочем, причина здесь очевидна. Война и экономический. Кризис. Ярослав Кречко, Ольга Теребинская, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. А сегодня европейцы еще рассказали, какого места в Украине боятся, как черт ладана. Киевский район Троещино назвали самым плохим для проживания в нашей стране. Считаю так в британском издании Daily Mail. Газета опубликовала рейтинг самых опасных мест по версии Google Maps. Улицы районов в крупных городах мира. В него попали также район Гальянова в Москве, окраины Лос-Анджелеса, где самая большая община бездомных – фавелы в Рио. Столь необычное лидерство украинского спального района мы попросили прокомментировать депутата, которого эта самая Троещино делегировала в Верховную Раду. Троещино – это новая территория закона. И, увы, пока этот закон продвигается усилиями гражданских активистов, волонтеров и народных депутатов. Теперь о топовых местах на карте Украины. Правда, уже по версии россиян. Там активно заманивают туристов в захваченный Крым. Вот и рейтинг состряпали лучших курортов РФ. Ну, правда, работали спустя рукава. Почему? Разъяснит Данил Русаков. О том, что курорты на аннексированных территориях превратились в лучшие по стране, россиян нам рассказал один из порталов для туристических путешествий. Рейтинг составляли в преддверии майских праздников. Вот он. На первое место смело поставили поселок Черноморское. Следом идет Алушта, затем Джанкой. Причем такой выбор удивил многих. Курорт прорекламирован как идеальное место для отдыха с детьми. Но, по словам даже местных, подходящей инфраструктуры там нет. По всей видимости, россиян туроператоры завлекают красотами степи. Ну, а о перспективах отдыха возможной компании с ракетами, которым Москва все грозится перебросить, ни слова. О вездесущих правоохранительных органах авторы тоже как-то скромно умолчали. Но, как оказалось, рейтинги эти существуют разве что в головах местных пиарщиков. Об отдыхе на аннексированном побережье тут вообще мало кто задумывается. В черноморской курорте очень долгое время никто так хорошо не облагоражил, не вкладывал столько денег, сколько в средиземноморские. Отличие в чистоте в том, насколько относятся к комфорту отдыхающих. То есть на черноморских хуже, да? Я считаю, что да. А вот нашумевший то ли патриотический, то ли антинародный танец из Оренбурга. Наделал, кстати, много шуму. Однако есть и оскорбленные, которые намекают, мол, цвета на одежде не патриотические. Но судите сами, на лицо скандально известное оранжево-черное сочетание в костюме, танцевальные движения эротического характера и, как сообщают, несовершеннолетний возраст. Следственный комитет уже проводит проверку. Гляди, и уголовное дело возбудят. А пользователи всемирной паутины все продолжают возмущаться. Полную версию текстов мы, к сожалению, показать не можем. Согласно действующему украинскому законодательству, нецензурная лексика в эфире запрещена. Интересно, что патриотический тренд для продвижения себя на рынок используют не только люди искусства. Вот колбаса в одном из московских магазинов. Световая палитра тоже узнаваемая. Однако покупатели пока витрины не громят. Если судьба танцовщицы, вернее, их руководителя более-менее вырисовывается, и Следственный комитет ведь не дремлет, да и школу прикрыли, то что может ждать многострадальную палку докторской, пока не ясно. Данила Русагова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Если странные российские пчелы мир скорее развеселили, то вот странные друзья России кое-кого разозлили. Путинских байкеров могут не пустить на территорию Польши. Пограничная служба страны будет принимать решение, давать ли добро на проезд ночных волков. Мотопробег по случаю 70-летия победы над нацизмом должен пройти по ряду европейских стран и закончиться в Берлине. Большинство поляков против проезда байкеров и даже создали в соцсетях группу протеста. Ранее лидер ночных волков Александр Залдостанов, известный как хирург, назвал противников идеях мотопробега потомками полицаев и надсмотрщиков в нацистских концлагерях. Учения как заноза. Эксперты из России решили проконтролировать маневры НАТО в Шотландии. Нежданные проверяющие появились на британской базе вчера и заявили, что останутся на 4 дня. Как отреагировал на это Лондон, узнает Светлана Чернецкая. Кого-кого о российских ревизоров здесь точно не ждали. В эти дни у берегов Шотландии проходят международные военно-морские учения. В них участвует 15 стран, включая Великобританию. Джоинт-ворьер, традиционный сбор офицеров НАТО, проходит дважды в год. Но в этот раз учения мегамасштабные. Представьте, 13 тысяч военнослужащих отрабатывают задачи на воде, земле и в воздухе. Задействованы 55 военных кораблей и более 70 самолетов. Очевидно, увидеть воочию всю мощь сил Альянса решили и россияне. На родину Килтов и Волынок приехали эксперты из Национального центра по уменьшению ядерной опасности. На самом деле это специальный продуманный худ России, чтобы уменьшить значимость этой демонстрации сил НАТО. И то, что эксперты из Ядерного института тоже не случайно. Особенно в свете последних ядерных угроз Кремля. Таким образом Россия пытается показать, что Европе стоит считаться с ней. Отказать неожиданным проверяющим Лондон не смог. Здесь, в отличие от Москвы, международные соглашения чтут. И согласно венскому документу от 2011-го о контроле за вооружениями, страны, подписавшие договор, должны принимать иностранных коллег дважды в год. В Минобороны уверяют, будут наблюдать за наблюдающими. С российской делегацией постоянно будут сопровождающие. Никакой секретной информации им разглашать не станут. Первое, что увидели россияне, учение Королевских военно-воздушных сил. Это город Лосимут. Именно здесь не раз по тревоге поднимали истребители на перехват российских бомбардировщиков, вторгавшихся в британское воздушное пространство. В Министерстве приезд экспертов-ядерщиков из России называют событием обыденным. И пытаются не делать из этого новость. Мол, подобные визиты были и в прошлом году, правда, еще до аннексии Крыма. А вот о чем официально сообщили, так это еще об одном инциденте с российской военной техникой, на сей раз морской. Оборонному ведомству пришлось установить контроль за передвижением трех российских кораблей в проливе Рламанш. Это эсминец Североморск, танкер и корабль поддержки. Они возвращаются с дежурства в Средиземном море и направляются в акваторию Северной Атлантики. Там примут участие в учениях по противовоздушной и противолодочной обороне. Затем, чтобы суда не отклонились от курса, наблюдает фрегат Ее Величество в полной боевой готовности, а также вертолет ВВС, что еще раз подчеркивает напряженность между Великобританией и Россией. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Стенка на стенку – это мелковато. В Римненской области разбушевались страсти настоящие. Там село пошло на село. Об этом и многом другом узнаете во второй части подробностей. Квартирный вопрос его испортил. В чем обвиняют прокурора Херсонской области? Кто ответит за смерть ребенка? Как продвигается расследование взрыва на полигоне в Днепропетровской области? Ислам и пляж. Как мусульманкам помогли чувствовать себя на отдыхе в своей тарелке? Но в первую очередь уже анонсированный мной сюжет. Заживут ли депутаты лучше? Ну, раза эдак в три. Станут получать больше или нет? В скандале дня разбиралась и разобралась Елена Митясова. Пост бывшего нардепа Андрея Павловского сегодня взорвал соцсети. Экспарламентарий поздравил Мустафу Наема с повышением зарплаты. Как оказалось, с апреля ее подняли всем народным депутатам почти в три раза. 6,5 тысяч гривен до 17,5. Я сам про це дізнався от своих коллег, народных депутатов, які сказали, что с 1 квітня буде підвищення зарплату до рівня, яка была в минулому скликанні. Когда вся страна затянула пояса, тарифы повышаются, и на востоке боевые действия. А как же постановление Кабмина на ограничение зарплат? Все просто, говорит Павловский. Поправки внесли, когда принимали бюджет. Внесені були певні зміни, і коли приймався зміни до бюджету, і постанова уряду 65-та такая, яка фактично зняла обмеження на виплату зарплат не тільки народным депутатам, а й чиновникам вищого рангу керівництву Національного банку. Мы написали запрос в аппарат Верховной Рады, чтобы там прояснили ситуацию, но за целый день ответа так і не получили. Позже в регламентном комитете одному з українських інформагентств сообщение о повышенні зарплат нардепам подтвердили. Дмитрий Шлемко заявил, оплату труда нардепам вернули до уровня 2013 года, то есть до 17,5 тисяч гривень. Мы хотели получить комментарий от Мустафы Наема, а ведь сам он поднимал вопрос о депутатских зарплатах еще до того, как стать нардепом. Но говорить на эту тему сегодня не стал. И только в Твиттере написал, повышение зарплаты депутатам – чистая манипуляция, в том числе и со стороны СМИ. И пообещал официальное заявление на сайте Верховной Рады, но пока его там нет. И вот уже ближе к вечеру спикер парламента на своей странице в Фейсбуке сообщил, распоряжение о повышении зарплат нардепам не подпишет. Квартирный вопрос по-херсонски. Власти раздают бесплатное жилье, но не тем, кто в нем нуждается. Кто смог стать счастливым обладателем квадратных метров в новом доме, знает Кирилл Ющишин. В начале 2000-х по стенам этого дома пошли трещины. Людей из аварийного здания оселили. Многоэтажку выкупила строительная компания. С городом рассчитались готовыми квартирами. Эти четыре квартиры должны были отдать тем, кто стоит в очереди на жилью. А их 2500 человек. 300 инвалиды и многодетные. Одной такой семье повезло. Квартиру в новом доме получили. Счастливчиком стал и еще один житель города. Областной прокурор. Вот его квартира номер 28. 52 квадратных метра. Видимо, выделили ее Богдану Подубинскому как переселенцу. В Херсоне он работает год. Переселился со Львова. Дали эту квартиру прокурору. Дали как служебную. Ну, с целью приватизировали ее. Решение о выделении квартир утверждали на исполкоме. Как так вышло, что жилье ушло, так сказать, своим, чиновники не знают. А может, не хотят знать. Мэр, например, который тоже присутствовал на заседании. И, видимо, также голосовал «за», увидев нашу камеру, просто убежал. Нам интересно, как прокурор отримал квартиры. Мы бы хотели ваш комментарий, о приводе интервью. Для того, чтобы мне дать вам интервью, я должен разобраться. Есть все, я в правильном. Не захотел объяснить получение бесплатного жилья и сам Подубинский. В прокуратуре сразу отрезали. Начальник комментировать ничего не будет. Его зам уверяет, все по закону. Пока в новой прокурорской квартире никто не живет. На двери нет даже замков. Обоснуется ли здесь Подубинский – большой вопрос. Поговаривают, что он в ближайшее время вообще может вернуться во Львов. Примечательно, что областной прокурор подвинул в очереди не только простых горожан, но и собственных коллег по прокуратуре. Которые годами ожидают жилья и, возможно, в нем очень нуждаются. Кирилл Вещишин, Богдан Иванов, телеканал Интер, Херсон. Дело на 15 тысяч гривен и вдвое больший ущерб. Выбитые двери и задержание. Все это сегодня было в центре Киева, у здания высшего хуссуда. Его штурмовали. Около полусотни человек устроили пикет. Хотели попасть на заседание по делу одного из жителей Кривого Рога. Иск касался взыскания с него денег за аренду земли. Пикетчики разнесли стеклянные двери. На заседание, правда, тоже попали. Но вот решение было не в пользу того, чьи интересы пытались защитить. Поэтому сразу после заседания освободить помещение не захотели. И для некоторых все закончилось в райотделе. В дверях суда теперь фанера. Ну а само помещение под усиленной охраной. Зацикавлены в певном решении певной справы особи. Завдали шкоды будильни. И 30 до 40 человек намагалися в эти двери уйти одночасно. Но если вы их видели, вы же понимаете, что там можно входить одно. Но если боком, то подвое. За порушение громадского порядка, милиция затримала 12 пикетовальников. Их нужно начать проверку, с результатами которого будет принято відповідное процессуальное решение. Беспорядки масштабнее в Ривненской области. Там, недалеко от белорусской границы, подрались жители двух сел. Березово и Старого села. После массовой драки жители Березово даже перекрыли дорогу в сторону Старого села. И установили импровизированные блокпосты. Разблокировать проезд удалось только после приезда милиции, прокуратуры и пограничников. Причина конфликта, который озвучили в МВД, пьяные разборки. Дело было на Пасху. И сегодня в селе Березово патрулюватима наряд милиции спільно с представниками прикордонной службы Березово, чтобы в дальнейшем не допустить подобных конфликтов между селянами. А вот по версии местных жителей, речь может идти о борьбе за янтарные месторождения. Все подробности наши журналисты выясняют. И уже завтра вы сможете увидеть продолжение этой истории в нашем выпуске. Уже есть предварительные выводы следствия в деле о гибели на полигоне в Днепропетровской области 13-летнего мальчика. Наши корреспонденты побывали на месте трагедии. И вот, что им удалось выяснить. Маленькое село Зеленый Гай на границе Днепропетровской и Николаевской областей. На воротах одного из домов скорбный знак. Именно здесь жил 13-летний Сережа. В воскресенье он вызвался помочь местному пастуху приглядеть за стадом коров. Как обычно, пошли на луг рядом с военным полигоном. Мальчик отлучился, а потом взрыв. Швидко выключали, швидко приехала. В селе, говорят, на полигоне регулярно проводят учения. Особенно в последнее время. И тут же рядом люди выпасают коров. Другого луга в окрестностях просто нет. Когда стрельбища кончается, то идешь в скот. Ну, определенно там место же есть. Раньше было как. Солдаты постреляли, да? После их следом идут минеры. А сейчас лежат снаряды на разрывании. От военного полигона до ближайшего подворья метров 50. И ни одного ограждения или хотя бы предупреждающего знака. Местные не скрывают. На полигоне часто можно увидеть мальчишек или же безработных. Они ищут цветной металл, который сдают в соседнем пункте приема. А вот в областном управлении милиции нас заверили. Военный полигон тщательно охраняется. Правда, только во время учений. В день гибели Сережи учений не было. А значит, не было и охраны. Нашел там, как установили предъявительные эксперты, боевую часть гранаты, гранатомета РПГ-7. И, наверное, эта граната взорвалась у него в руках. Территория полигона это большое поле. Где-то частично он охраняется. Где-то, возможно, ребенок нашел возможность проникнуть через ограждение. Сережу похоронят завтра. В его смерти местные винят и военных, которые вовремя не разминируют полигон после учений, и взрослых, которые так беспечно отпускают детей гулять в потенциально опасную зону. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. Соединенные Штаты без украинского посла. Президент Украины своим указом уволил Александра Моцека с этой должности. Моцек работал послом Украины в Америке с 2010 года. Кто полетит за океан представлять интересы страны, пока неизвестно. Ранее источники европейской правды сообщали, что на эту должность может заступить Валерий Чал. И ныне он это заместитель главы администрации президента Украины. Финал громкого дела «Блэквотер». В Вашингтоне вынесли вердикт бывшим сотрудникам охранной фирмы, которые расстреляли мирных иракцев в 2007-м. Какой срок дали солдатам частной армии? И о новом витке в иранском кризисе. Дмитрий Иловский из Вашингтона. Это один из самых громких процессов современной Америки. Монтинусу почти 8 лет. Еще в 2007 году охранники, а фактически наемные солдаты из американской компании «Блэквотер» убили 14 безоружных жителей Ирака. Ранили еще 17. В обстоятельствах потребовалось разбираться много лет, привлекать всех возможных свидетелей, искать очевидцев того инцидента буквально по всему Багдаду. Бойцы «Блэквотер» тогда сопровождали американских дипломатов во время их визита в столицу Ирака, расчищали им путь. Вот однажды, когда колонна подъезжала к одной из многолюдных площадей, солдаты открыли огонь на поражение по толпе. Сами они сказали, что была якобы некая угроза. По ним вроде как даже начали стрелять. Но вот доказать это в суде у страны защиты так и не получилось. В итоге один из обвиняемых, Николас Слеттен, приговорен к пожизненному заключению за убийство. Трое его коллег, Пол Слау, Эбон Либерти и Дастин Хёрд, получили разные сроки до 30 лет за непредумывательное убийство. Blackwater в переводе с английского означает «черная вода». Компания последние годы пыталась всячески избавиться от этого мрачного названия и от мутной репутации. Сейчас она называется Академия, в штате десятки тысяч сотрудников, но контрактов с американским правительством в этой компании больше нет, видимо, не будет. Еще одна новость, которая потрясла Америку. После удачных переговоров с Ираном и потепления, которое наметилось в отношениях между Тегераном и Западом, Западом Вашингтон шокирован известием о том, что россияне собирались поставлять Тегерану С-300. Договор у них был подписан еще несколько лет назад, но к фактическим поставкам оружия Москва никак не приступала. Вроде как была санкция Совбезу ООН. Сейчас в Кремле, видимо, ее собираются просто проигнорировать. Очевидно, Москву не устроила нормализация контактов между Ираном и Западом, а с помощью поставок ракет этот конфликт можно вновь как-то подогреть. Официальный Белый дом категорически против ракет. В том же духе высказывается и Израиль. Получается, что снятие санкций с Ирана все видят по-разному. Запад разрешает строить атомные объекты, а Москва получает зенитно-ракетные комплексы. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Чем любит обедать кандидат в президенты США Хиллари Клинтон? Как Папа Римский покорил Твиттер и конфуз в Букингемском дворце? Об этом и не только в нашем обзоре. Тетрадь с записями знаменитого математика Алана Тьюринга ушла с молотка за миллион долларов на аукционе в Нью-Йорке. Во время Второй мировой Тьюринг расшифровал код нацистской шифровальной машины «Энигма». Это единственная сохранившаяся рукопись британского криптографа. Предполагают, записи сделаны в 1942 году. Там же на торгах продали и «Энигму». Выручили 270 тысяч долларов. Число подписчиков Папы Римского в Твиттере превысило 20 миллионов пользователей. Аккаунт понтифика активировали еще два года назад. Первую запись в нем сделал предшественник Франциско Бенедикт XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви – активный пользователь интернета. Свою первую запись в микроблоге он сделал спустя пять дней после избрания на престол. Страничка Франциско в Твиттере ведется на девяти языках. Хилари Клинтон не узнали в кафе городка Моми, штата Огайо. Кандидат в президенты США остановилась перекусить любимыми бурритос. Зашла в заведение вместе с ассистентами и агентами секретной службы. О том, что политик посетила закусочную, узнали журналисты. Это подтвердили и записи с камер видеонаблюдения. Предполагают, обед в публичном месте – пиар-ход от кандидата на пост главой США. Вынужденную посадку спустя 15 минут после взлета совершил самолет, следующий рейсом в Сиэтл – Лос-Анджелес. И все по вине грузчика. Его просто забыли в багажном отсеке. Уже в воздухе командир экипажа услышал крики и принял решение срочно посадить самолет. Оказалось, после длительной смены грузчик просто уснул на рабочем месте. На борту лайнера находилось 176 человек. Сотрудники охраны фирмы Лос-Анджелеса обнаружили в жилом доме горного льва. Пуму. Специалисты пришли установить систему сигнализации в апартаментах и наткнулись на дикого зверя. Местные зоологи как только не пытались выманить кугуара. Даже бросали в него теннисные мячики. Предположили, хищник решил устроить в подвале дома свое логово. Когда Пуму вытащили, отпустили на волю подальше от города. ЧП в Чопорной Англии. Часовой Букингемского дворца шлепнулся на пятую точку прямо перед толпой туристов. Это произошло во время смены караула. Оконфузившись, молодой солдат мигом вскочил и, со слов очевидцев, покраснел. В Министерстве обороны Великобритании имя караульного не разглашают. Буркини. Явление в мире моды новое. И до недавнего времени вызывающее большие споры в Европе. И вот в Бельгии в сети аквапарков его разрешили. Что необычного в костюме и как он может поколебать традиции? Подробнее София Гордиенко. Буркини – это смесь купальника и бурки. Причем от бурки в этом костюме значительно больше, чем от бикини. Длинные штаны, закрытые руки и обязательно капор. Все, чтобы правоверная мусульманка чувствовала себя в своей тарелке. На пляже, либо в бассейне. Чем правильнее костюм, тем он менее симпатичный. Но какая же женщина согласится на бесформенный мешок? Вот и появляются в купальнике рюшечки и лифы. Купальный ансамбль включает четыре части, хотя их может быть и больше. Пять, семь, восемь. Зависит от модели. Если в арабских странах бурки не скорее обязательно, чем рекомендовано, то в Бельгии еще до недавнего времени на такие костюмы смотрели с подозрением. И вот первый шаг навстречу к культурным особенностям мусульман сделала сеть местных аквапарков. Здесь, в Буркини, официально разрешили, разместив для посетителей вот такое предупреждение. Вверху все запрещенное, простое неглижая, стринги без лифа, а внизу то, что носить можно. И здесь, среди купальных костюмов, в Буркини. Изобретение совсем свежее, родом из Австралии. Я в восторге, что наконец-то нашелся человек, который соединил бурку и купальники. Мы можем использовать это. С каждым годом купальные костюмы для мусульман становятся все популярнее и интереснее. Кто знает, возможно, в будущем бурки не станут покороче, их цвета поярче, а лет через 50-100 они и вовсе превратятся в обычные купальные костюмы. Ведь так уже было в Европе. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Брюссель. Украинцам предлагают снова вспомнить о Евро-2012. А точнее, найти в домашних архивах интересные фото с футбольного чемпионата. Авторы самых ярких станут победителями стартовавшего всеукраинского фотоконкурса «Мой Евро». Он будет длиться два месяца, до 8 июня. Сначала жюри выберет 100 полуфиналистов. Из них интернет голосованием определят десятку лучших. Победители могут выиграть поездку на матче Евро-2016, часы или футбольные мячи с автографами легенд украинского футбола. Олега Блохина, Игоря Биланова и Андрея Шевченко. Первые призы это 10 путевок, 5 призов по 2 путевки на чемпионат Европы-2016. Участвовать могут абсолютно все, на любых носителях. За первые призы, за путевки на Евро-2016 могут принимать участие все, кому на 1 июня 2016 года исполнится 18 лет. Будут, наверное, наиболее такие человечные фотографии важны, да? А простые люди, которые общались там со шведскими фанами в Киеве, наверное, они глубже узнали эту сторону жизни. Поэтому телефон или фотоаппарат значения не имеют. Все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Увидимся завтра в подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова